Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи народный депутат Украины Макс Бужанский. Максим, здравствуйте. Да, добрый день. Ветаю всех. Да, Максим, я хотел, чтобы вы поделились своими мыслями по поводу происходящего в Израиле, но как бы с позиции взгляда с Украины. Я заметил одну такую очень интересную тенденцию, хочу с вами поделиться и услышать вас. Разрушение, атаки мирных жителей в секторе ГАЗа, в Израиле, вот это вторжение, пленные, дети, женщины, вот этот весь ужас, разрисованные стены внутри квартир. Мы здесь из Украины, да, вот как украинцы, можем немного со стороны посмотреть на вот это нутро войны, без причин, понятно, там абсолютно другие как бы мотивы, но можем как бы через Израиль в то же время посмотреть немного на себя. Вот в этом ключе интересно то, что происходит в Израиле, и понятно, что где-то даже вот информационно, лично мне, как журналисту, было некомфортно. Вот некомфортно сегодня, некомфортно вчера, потому что, ну извините, по Николаеву бьют, по югу фабы прилетели, разрушение, шахеды запустили, это уже не важно. Все в Израиле, а вы? Давайте я попробую описать то, о чем вы сказали. Ну завидую вам, я не помню, когда мне было комфортно, как гражданину и как народному депутату, поэтому я думал о том, о чем вы сказали вчера, это не так. И никого не оставляет, никто не забывает об Украине, никто не забывает о Николаеве, никто не забывает о Харькове, об Одессе, о Запорожье, о Днепре, о каждом нашем городе. Но, как на той территории, на которой находимся мы, так и на оккупированной территории, речь идет о другом. Понимаете, война в Израиле идет всю нашу жизнь, которую мы себя помним, так или иначе. И, к счастью, последние годы были мирные, и переживания за Израиль, это, наверное, такое подсознательное возвращение к вопросам из той еще прежней мирной жизни для многих. Понимаете? С одной стороны. Раз. Второе. Знаете, вот я, например, всегда очень-очень осторожен, когда речь идет о нашей войне. И всегда, когда о ней что-то пишу или говорю, я тысячу раз думаю о том, ну, знаете, как у врачей, главное не навредить, что каждое мое слово может быть истолковано, каким-то образом использовано противникам и так далее. То есть, в отношении Израиля, ни в коем случае снижение Израиля, потому что мы не есть сторона конфликта, как это называют наши западные партнеры, можно быть свободнее в гипотезах и так далее. Это во-первых. Во-вторых, у очень многих были абсолютно ложные стереотипы о Израиле, о жизни в Израиле, о войне в Израиле, о отношениях Израиля со своими соседями, врагами, друзьями, партнерами, обо всем. И то, что случилось вчера, вот эти вот хрупкие иллюзии, которые люди сами себе возводят, это было растоптано. Поэтому это эмоциональные переживания людей, которые в очередной раз сталкиваются с тем, что ничего гарантированного в наше время нет, в нашей жизни нет, в нашем мире не существует. Наблюдение со стороны, знаете, если вот совсем абстрактно, и у нас, и у них, вот это времена столкновения, времен гибели Западной Римской империи, столкновения цивилизации с ордой, с абсолютно бессмысленной, с абсолютно безжалостной, с ордой упивающейся возможностью крушить и ломать. Не просто захватить и владеть, не просто одолеть, покорить, победить, подчинить, нет, уничтожить, понимаете? То есть это же совершенно четко видно здесь, это было видно в Буче, это было видно в оккупированных городах Харьков области. Знакомые друзья присылали видеозаписи, то есть просто уничтожить все. Красивый дачный дом был у человека, то есть ломали деревянные доски без всякого смысла, просто варварство. То есть слово варвар, которое, в общем-то, давным-давно стало синонимом определенного поведения, определенной модели, вот это то, что мы увидели своими глазами. А Израиль, в том числе, показательно, знаете, вот у нас есть такой тренд, мы постоянно сотворяем себе каких-то куминов, сотворяем, низвергаем, то есть вот Маск может за день, в зависимости от поста в Твиттере, взойти на пьедестал, возможно, заслуженно, или также заслуженно с него сойти. Вот в этом году в Украине вот весь год, даже больше, наверное, года полтора, очень популярна книга о Массане, «История операций». И люди носятся, я не читал ее, скажу честно, судя по отзывам, достаточно интересная книга, но одна из тысяч книг на эту тему и одна из миллионов книг в принципе. И люди носятся с ней с каким-то вот невероятным откровением, как с Библией, что вот тут описаны все вопросы, это у нас и у всех остальных все как-то не так, а вот здесь вот только. Вот мы вчера увидели пример того, как я сегодня в Телеграме писал, на мирно спящих аэродромах, то есть враг Захупы в Знанадске. То же самое произошло с нами, то же самое произошло с израильтянами 50 лет назад, ровно в эти же дни, во время войны судного дня в 73-м году. То же самое произошло с советскими гражданами 22 июня 41-го года. То же самое произошло с французами, бельгийцами в апреле 40-го года. То же самое произошло с поляками 1 сентября 39-го года можно долго перечислять. То есть как бы долго ты не находился в состоянии иногда даже войны, например, как Франция с Германией в 40-м году, как мы с Российской Федерацией с 2014 года, как Израиль находится в постоянной боевой готовности, агрессор всегда имеет преимущество внезапности. Именно он выбирает, где, когда, каким образом он атакует. И именно поэтому картины вот этого внезапного вторжения, они всегда одинаковы. То есть это такая мощная, грозная боевая техника, бессильно брошенная, беспомощно стоящая. Это колонны расстрелянных машин, которые мы вчера видели. Я писал об этом в Телеграме сегодня. Это же фотографии лета 41-го года. Последствия интересные. Максим, смотрите, какая история. А есть параллель какая-то, да? У нас же, как сейчас в политическом дискурсе, ну, в политическом противостоянии, приводится аргумент. А вот смотрите, кто сдал юг россиянам? Кто сдал территории, прилегающие к сектору ГАЗа, хамасовцам и палестинцам? Александр, я много раз об этом говорил, много об этом думал. Хотел вчера написать, не захотел. Понимаете, это дискуссия, вообще сама такая постановка вопроса, это плевок всем тем, кто отчаянно дрался за наш юг и не смог дзержать врага. Это плевок им в лицо, плевок им в спину, плевок в могилы многим из них. Понимаете, а кто-то сдержал Российскую Федерацию лучше, чем... Кто-то сдержал Третий Рейх лучше, чем это сделали советские граждане. Кто-то сдержал вот эту орду, которую видели вчера лучше, чем израильтяне. То есть вот эти диванные, салонные рассуждения ну, простите, у меня не вызывают ничего, кроме негатива. То есть это неуважение ко всем тем, кто сражался, но не смог. Никто не сдал Киев. Никто не сдал Киев. Никто не сдал Харьков. Никто не сдал Николаев, за которые шли тяжелейшие бои. Никто не сдал Запорожье. Почему не смотрят на вещи таким образом? То есть я понимаю, если бы речь шла, знаете, о каких-то там трусливых генералах, которые бросили своих солдат и сбежали. Мы не знаем таких фамилий. Если бы речь шла о каких-то политиках, которые прыгнули в самолеты, там, умчались в какую-нибудь, опять же, не знаю, куда-нибудь там. Ну, они есть, да. Смотрите, ну, среди народных депутатов, я таких не знаю. Среди кабинета министров, я таких не знаю. Ну, погодите, среди народных депутатов есть и перебежчики на другую сторону. Стефанчук в первые дни войны улетал очень быстро, покидая Киев. То есть это все мы видели. Ну, просто мы можем сейчас... Не-не-не-не, Александр, давайте, во-первых, не ставить в одном предложении рядом предателя Ковалева, убитого нашей разведкой, народного депутата, слуги народа, и спикера Верховной Рады, который, ну, я рядом с ним находился в трех метрах, был с самого начала войны на своем рабочем месте. Существует, во-первых, улетал, куда можно было улетать, начиная с утра 24 февраля, для меня, честно говоря, загадка, улетать некуда. Во-вторых, был определенный протокол, по которому некоторые, я знаю таких, которые отказали, члены кабинета министров по протоколу безопасности, не находились в Киеве, находились в Западной Украине. Но, насколько мне известно, Стефанчук с первой секунды находился в столице, был постоянным участником всех заседаний в офисе президента, вставки Верховного Главнокомандующего, руководил работой Рады беспрерывно, никуда не улетал, никуда не уезжал, никуда не убегал. То есть тут ставить рядом не нужно. Никто из представителей власти, одна прошивая овца в стадии найдется всегда. Но ничего похожего на «сдалию». Знаете, «сдали» это звучит как утратили волю к сопротивлению, равнодушно смотрели, метались. Такого же не было. Такого не было у нас. Такого не было в Израиле. Да, конечно, чудовищный шок первых минут, часов. А иногда бывает ведь так, что и дней войны он присутствует. где-то наблюдается потеря управления войсками и процессами, где-то наблюдается пауза, связанная с необходимостью разобраться в потоке информации, который идет с мест. Вы помните эти информационные сообщения о том, что там какая-то рязанская воздушно-десантная дивизия высадилась в центре Киева и ведет бои. Ну, то есть информационный поток чудовищный. Кстати, я об этом тоже писал. Как-то давление, которое оказывается психологическое, информационное на современного гражданина Украины и на современного израильтянина сейчас, оно в разы выше, чем тот информационный прессинг, который испытывал во время Великой Отечественной войны советские граждане. Какой источник информации был у советских граждан, находящихся в тылу? С утра, возможно, вечером новости от Левитана из репродукта, которое не перепроверишь. Можно верить, можно не верить, можно надеяться, что они правдивые, если они хорошие. Выпуск газет и все. А когда сплошным информационным потоком идет абсолютно неверифицированный, зачастую намеренно ложный негатив, ну, тут, извините, очень сложно отделить правду от лжи. Поэтому еще раз говорю, что люди, которые вот таким образом формулируют вопрос, кто сдал, они либо ничего не понимают в принципе, такое тоже бывает, либо намеренно манипулируют, используя ситуацию, в которой наши войска и израильские войска не смогли защитить границу до каждого метра, условно говоря, как попытку политического давления, где-то просто человек хочет выглядеть умнее в собственных глазах-глазах читателей и изображает себя большим стратегом. После знания всегда дает ответы на все вопросы. Ну, только вы же видели вчера, наверное, фото этих израильских солдат, погибших прямо в казармах и наши бойцы, которых застал удар вломившихся россиян, то есть это же одно и то же, понимаете. Тот, кто успел, взял в руки оружие, те, кто не успели, погибли. Я хотел бы подытожить вот это параллели израильские двумя моментами. Момент первый. Ситуация, как вы ее видите, будет развиваться. Там понятно, что уже начинается, ну, как вот этот шок прошел, да, и начинается вот это, как бы, понятно, что цивилизованный мир на стороне Израиля и вот как бы там решит Нетаньяху и израильской армии этот вопрос на 50 лет, то есть сектор газа ждет судьба Арцаха. Вот такие уже появляются месседжи. Но все как бы сложнее, потому что там Ливан активизировался, Иран, Талибан говорит, пустите соседи пройти через вашу как бы территорию и там тоже повоевать с Израилем. В общем, закручивается ли Третья мировая война? Что, чего ждать непосредственно вот в регионе, как вам просто кажется? Мне интересно, что вы думаете об этом. Александр, рассуждаю исключительно субъективно, то есть не претендую ни на какие попытки, нет у меня никакого ни тайного знания, ни какого-то экспертной подготовки. Я не думаю, что из-за этого начнется Третья мировая война. Я не вижу ничего особенного в принципе происходящего, кроме того, что им удалось накопить такие силы и достичь такой внезапности. Ничего нового из того, что происходит, к сожалению, полторы тысячи лет последние. Можно и дальше копаться, но тоже будут определенные примеры. На этой территории не происходит. Вот если, знаете, как-то у меня последние полгода я погрузился особо глубоко в историю крестовых походов и ровно та же самая ситуация, ровно та же самая. Газа – это крепость, которую удерживали тамплиеры, контролируя вторжение из тогда еще шрицкого какое-то время Египта. С севера Дамаск, Масул, то есть ничего не изменилось. Ну, так выглядит география в этих местах, что нового что-то придумать сложно. Я не думаю, что Израиль в состоянии решить эту проблему. Мне кажется, что проблему, то есть безусловно, будут проведены зачистки, будут проведены показательные казни всех, кого Израиль посчитает виновным. Ну, вот согласитесь, ни вы, ни кто-то из наших зрителей ведь не знает по имени ни одного из главарей до террористов. Почему? Да потому, что они не субъектные для нас. То есть для себя там да, для нас нет. То есть это система. И считать, что можно победить систему, вынимая из нее какие-то абсолютно одинаковые взаимозаменяемые элементы нельзя. Понимаете, в 20-й раз скажу об этом, я тоже уже сегодня писал, до середины прошлого века единственным способом, чудовищным способом, два способа, которые придумало человечество для решения подобных вопросов, были геноцид или депортация. К счастью, к огромному, все пришли к выводу, что это злейшее зло и никаких других не существует. То есть, ну что сделает там Израиль? То есть, выселит куда-то всех этих жителей, их некуда выселить. Ведет туда войска, так как они там находились, я не помню, до 2005 года. Но это не решение вопроса и не введет. И если введет, это будет только подживлив, я не знаю, по-русски, то есть, подпитывать террор, потому что палестинцы будут говорить себе, смотрите, мы же оккупированы, чобот оккупанта топчет нашу, ну то есть, это будет постоянно самовоспроизводящаяся пропаганда, понимаете? никакая мирная интеграция невозможна, потому что все, что можно было достичь в мирной интеграции, вот сейчас, в общем-то, действует, вы же знаете, что они вчера весь день продолжали получать электричество из Израиля, тышком-нышком, тут все было, все было доброе, а потом какие-то негодяи выключили обрубильник, варвары, жестокость, отувание и так далее. Понимаете? То есть, это задача, которая не имеет решения в теории. Безусловно, будут разрушены какие-то здания. Ну, опять же, то есть, Израиль предупреждает всех, покиньте территорию. Хорошо, но Хамас потеряет вот этот сарай, построит вместо него этот сарай. То есть, ну, ничего в этом нет. Да, персонально все, я уверен, не все, кого удастся, абсолютно все, кто будет определен как виновник или участник этого зверства, будут убиты. Сегодня, завтра, рано или поздно Израиль никогда не прекратит их догонять, это так. Но глобально вопрос не решается каким образом. Более того, на стороне террористов а, демография. Ну, один-два ребенка в израильских семьях и 12 детей в палестинских, то есть, тут, это математика. Б, абсолютная аморальность. Они абсолютно ничем не скованы, вообще ничем, в принципе, никак, нигде. С, понимаете, это же не то, что власть в палестинском секторе газа захватили, какие-то там неизвестные. Нет, это же плоть от плоти, кровь от крови. Они и есть, Хамасы, есть система того, что там существует. И там выиграли выбор, кстати. Вот, то есть, нет никаких привычных нам в 21 веке инструментов, которые бы позволяли этот вопрос решать. Насчет мирового сообщества, это тоже очень сильное заблуждение. То есть, у мирового сообщества, будем откровенны, всегда двойные стандарты. Мы видим иногда в отношении Украины, даже несмотря на всю поддержку, двойные стандарты. Мы, если будем искренне с собой, увидим их в отношении Израиля. В Франции очень непростая позиция по отношению, непростая, это я, чтобы, как народный депутат, не задеть Францию. В принципе, по отношению к Израилю. А если говорить о Ливане, мы же, когда занимались деколонизацией, случайно выяснилось, что колонизировала не одна страна, а очень многие. То есть, это бывшие французские колонии сферы влияния, зоны интересов. И у Франции по-прежнему там есть интерес. И так получилось, так было всегда и так всегда будет, что интересы всегда доминируют над условными, какими-то моральными. Это реально. Своя рубашка всегда ближе к телу. Чего мы можем требовать, это чтобы так сильно эта рубашка не размахивать так откровенно. Поэтому, ну что, Израиль будет делать выводы. Наступила совершенно новая эра, в которой дроны, то есть, ничтожно малые, до смешного дешевые и абсолютно ничем не, так сказать, уловимые в таких количествах орудия борьбы с бронетехникой, в принципе, доставки боеприпасов. То есть, это новая эра. Сейчас все будут с одной стороны думать, как их произвести больше, с другой стороны искать какие-то способы противодействия. На какой-то, наверное, период найдут решения от этой болезни, потом появится что-то новое, так тут бесконечности пока человечество себя само не уничтожит. Кстати, тут обращает на себя внимание то количество ракет, которые террористы умудрились накопить, умудрились выпустить. То есть, это ведь не первый, не второй, не двадцать, второй случай ракетных атак на Израиль, но он абсолютно беспрецедентен по масштабу. Как мы все обратили внимание, это количество оказалось больше, чем в состоянии вытащить на себе железный купол. Ну, то есть, он просто не справляется, судя по всему, я не специалист, но, видимо, даже с расчетом количества целей, не только с их сбития. То есть, не существует никакого ни абсолютного оружия, ни абсолютного противоядия от этого оружия, к сожалению. А география диктует особенности жизни, и когда у нас, ну, опять же, в бесконечном количестве шаблонов люди говорят, мы будем жить, как Израиль, не надо на себя мерять чужую одежду, которая придется сильно не по размеру, нам не понравится. В этом вы правы, этот идол Израиля, вот он пал. Он никуда не пал, то есть, это легкое, мы в состоянии любого идола, хоть он 300 раз упадет, возвести, то есть, вопрос в том, что мы все время, то есть, без идолов как-то не умеем, но надо без них. Да, где-то бывает лучше, где-то бывает хуже, у кого-то получается, у кого-то нет, но идолизация любого процесса Замедова делает его нерациональным, потому что веришь перейдем к Украине, там есть издание Business Insider, который пишет о том, что смотрите, у США не хватит сил помочь и Израилю, и Украине, вместе с этим есть сообщение тоже из западной прессы, что Байден попросит 100 миллиардов для Украины выделить до конца следующего года, и поэтому, ну, как бы, то есть, помощь оттуда, вот, как бы, обговаривают, да, вот ситуацию с финансированием, из Соединенных Штатов для Украины. Как вы думаете, Израиль помеха для поддержки Украины? Александр, во-первых, когда говорят, вы знаете, вот, когда за Соединенные Штаты решают, на что у них хватит, на что не хватит, ну, это выглядит очень смешно, странно, и, ну, это даже не нелепо, это совершенно абсурдно, второе, если посмотреть на цифры, и посмотреть, сколько в масштабах расходов Соединенных Штатов составляет деньги, средства, которые Соединенные Штаты выделяют на поддержку Украины, или на поддержку Израиля, если посмотреть, какова доля помощи Соединенных Штатов в военном бюджете Израиля, это, знаете, как с Ленд-Лизом, что начинают рассказывать, то есть, без Ленд-Лиза ни один советский солдат не вышел бы из землян, давайте посмотрим цифры, давайте не будем, ну, то есть, надо цифры смотреть, когда речь идет о четырех процентах, это о многом говорит, так вот, я не думаю, что в вопросе, так сказать, количественном, для Соединенных Штатов есть какая-то сложность, тем более, что Израиль пока что никакой помощи не просил, и, в общем-то, когда речь шла о войне против коалиции арабских государств, снабженных всей мыслимой, немыслимой советской бронетехникой в диких количествах, да, конечно, требовалась помощь. Здесь пока что война идет локальная, вы видели вчера эти мопеды и так далее, то есть, ну, чего не хватает. Другое дело, что действительно Израиль активно продвигал мирный процесс на Ближнем Востоке, восстанавливая отношения с теми странами, с которыми они у него отсутствовали. И речь шла о том, чтобы в ближайшее время восстановить отношения Саудовской Аравии, так сказать, это две фундаментальные крайности Израиль и Саудовская Аравия, безусловно, это соответствовало бы интересам Соединенных Штатов. мирный Ближний Востоке. Безусловно, наверное, бы это каким-то образом способствовало снижению цены на нефть. Этого стало легче бы и Европе. Наверное, не так радужно была бы утренняя похмельная физиономия Дмитрия Медведева. Понимаете, то есть, ну, решалось много вопросов. Сейчас, конечно, все усложнилось. Но с другой стороны, усложнилось, не тождественно отменилось. Не тождественно. И если эта логика понятна нам с вами, то всем остальным участникам, а речь идет исключительно о взаимовыгодном построении отношений. Как в Саудовской Аравии, так в Израиле, так в Соединенных Штатах, ну, уж как-нибудь они, я думаю, эту модель возобновления отношений постараются сохранить, несмотря ни на что. И все-таки Соединенные Штаты и помощь Украине. Fox News, Трамп вышел и как бы ответил, ну, это я так привязываю, может быть, я не прав. Как бы вот Зеленский, когда приезжал в Соединенные Штаты, просил в интервью, да, говорит, пускай покажет Трамп свой мирный план. Ну, он, собственно, и показал на Fox News, заявив о том, что нужно садиться, если бы я был президентом, я бы сказал Зеленский, садись, договаривайся, предположил, что нужно, ну, стандартная схема, да, мир в обмен на территории. Как относиться к этому и является ли это, ну, таким будущим, к которому надо готовиться? Попробую ответить следующим образом. Первое. Знаете, вот Дональд Трамп, у него большая бизнес-карьера до того, как он стал президентом, и я ни разу не слышал про него, чтобы он не пошел в суд и не дрался до конца, а махнул рукой и сказал, что забирайте. То есть, это, мягко говоря, не в его характере. Раз. Второе. Именно Дональд Трамп, если я ничего не путаю, стал тем президентом Соединенных Штатов, который первый еще, за часик Петра Алексеевича, в каденцию Порошенко предоставил Украине такое оружие, как джавелин. То есть, это был тогда прорыв. Да, то есть, тогда прорыв, то есть, он продемонстрировал готовность, не боялся вот этих воплей, знаете, там, эскалации и так далее. Сейчас, когда речь идет о дискуссии внутриполитической американской, ну, если Пайден говорит одно, то Трамп для того, чтобы, так сказать, отличаться позицией, для того, чтобы пытаться оппонировать ему на всех полях, говорит совсем другое. И апеллирует к части американцев, которая не согласна с властью. Вы знаете, у нас же тоже такое есть. Я не силен американской политики, но у нас есть вот категория людей, которые, что бы ни сказала власть, вот если власть говорит, что сейчас день, то они говорят, нет, сейчас ночь. Понимаете? И Трамп говорит такие вещи. Вот. Но я уверен, что такой подход противоречит самим интересам Соединенных Штатов. А любим мы Соединенные Штаты и всем миром за то, что они последовательны в отстаивании своих интересов. Вне зависимости от того, кто приходит к власти. Представитель демократов, представитель республиканцев. То есть есть глобальные интересы, и это в определенной степени дает себе возможность прогнозировать будущее. Что касается того, что будет с нами. Александр, вы знаете, все соревнуются в построении каких-то мегасценариев. Я буду очень примитивен к этому отношению. Меня больше всего на свете интересует сейчас освобождение Запорожской и Херсонской области. Вот все остальное меня интересует потом. Но вы как Арестович Крым, Донбасс уже не считаете? Не, я не как Арестович. Я, во-первых, называю вещи своими именами. Во-вторых, я работаю в Верховной Раде, а не на офис президента. В-третьих, я никогда не стесняюсь назвать имя и фамилию кого о какой-то речь. В-четвертых, я никому не хочу понравиться. В-пятых, он намного умнее, красивее и образовывее меня. Это правда. Нет, я не сказал ни слова. Это арест... Ну, то есть, возможно, ему проще так отдал Крым, забрал Крым и так далее. Я говорю о другом. Я говорю о том, что приоритетность решения вопросов для меня это прежде всего деоккупация Запорожской и Херсонской области. Арестович говорил совсем о других вещах, насколько я понимаю, и здесь между нами нет ничего общего. Смотрите, но ведь этот разворот Арестовича требует прям отдельного комментария. Жестко, критично, разрывно, что даже предлагают как бы в тюрьму посадить за такие слова и такой экспертный анализ. За какие конкретно? Давайте вот будем конкретными. За какие конкретно слова? Я не видел ничего ни жесткого, ни разрывного, ни критичного. Ну, кстати, депутаты из Верховной Рады посадить Арестовича грозились. Он же там выехал куда-то. Я читал в новостях о том, что Олег Дунда оценил его выступление на каком-то там форуме «Свободная Россия», но там речь шла о русских, да, о россиянах, россиянах, не русских, о какой-то там их самоидентификации и так далее. Если честно, меня глубоко наплевать на самоидентификацию россиян, то есть там не шла речь из того, что я видел, об Украине в принципе не шла речь, то есть он говорил о России и россиян. «А где тут резкость, где тут критика, где тут прорыв, где тут разрыв?» Не знаю, вот я сегодня сбросили кусочек его вот там вчерашнего эфира, где он комментирует перспективы выхода Козовского моря, очень жестко высказался, только о каких-то неизвестных людях, анонимных, то есть не названа ни одна фамилия, кого он имеет в виду, президента Украины он не назвал, Валерия Залужного не назвал, возможно, командиров каких-то бригад не назвал, кто эти, может быть, глава Денштаба тоже не сказал, то есть какие-то неизвестные дураки, лентяи, прохиндей, профукали, прохлопали, ну так бывает, когда ты хочешь выглядеть резким оппозиционером, но при этом близок к власти и выглядеть хочешь вот так, быть хочешь вот так. Я не критикую ни в коем случае Алексея, он очень умный парень, большой философ, я бы сказал, действительно, без и так далее, но воспринимать что-то как резкость, как жесткость, у меня другие представления о резкости и жесткости. А разворот, понимаете, когда вы хотите всегда быть в тренде, всегда хотите быть на гребне волны, когда вы хотите всегда быть в топе, вы знаете, парусная лодка вынуждена ловить ветер и так, чтобы он толкал вас вперед, чтобы парус не провисал. То есть в зависимости от этого меняются концепции, то есть наступаем, берем, не берем, но я небольшой военный стратег, я так легко с мгновением руки во время эфира не двигаю дивизии, не освобождаю города, не прорываю фронты, я ко всему отношусь немножко сдержанной. Арестович в том числе разрывает позицию парламента, Верховной Рады в том, что там два раза в законодательстве Украины упоминается... Нехрасим, знал только, что от вас, что вы разрываете более... Да, потому что в законодательстве два раза только упоминается позиция главкома, мол, депутаты и горный бизнес могут проголосовать и всякую остальную, ну, как бы, ерунду, но вот уже идет полтора года войны, а у нас законодательства для главкома его позиционирования, да, вот, ну, как бы, нет. И это он возводит на пьедестал критики Верховной Рады, которая занимается чем попало, только не войной. Давайте я расскажу. Верховная Рада занимается войной практически все время. Председатель бюджетного комитета, глава бюджетного комитета Раксалана Педласа простояла 12 часов, как каменная статуя, на трибуне позавчера, защищая закон об изменении бюджета, которым 303 миллиарда выделяются непосредственно на армию до конца года. Парламент занимается войной. Раз. Второе. Игорный бизнес, от которого так легко отмахнулся Арестович, вот мы приняли несколько правок к уподоткуванию, к налогообложению игорного бизнеса за последние пару месяцев. И эти правки принесли в бюджет уже деньги, то есть, ну, уже, наверное, одну бригаду только на эти деньги можно сформировать. Я понимаю, что кажется, что они растут из воздуха и так далее, что партнеры дают какие-то деньги, партнеры не дают на войну ни одной копейки. Это наши деньги. и за счет того, что было оптимизировано законодательство, уже можно сформировать бригаду. Теперь, что касается главкома и того, о чем якобы говорит Арестович. Знаете, я снова-таки ни в коем случае не хочу его обидеть, но он эту историю выдумал. Я лично наблюдал как главнокомандующий Валерий Залужный приходил к нам на заседание нашего комитета в ЗУН, когда речь шла о действительно вопросах, которые его беспокоили, которые ему были нужны. Несколько раз в заседании комитета и в Верховной Раде непосредственно присутствовал глава Юнштаба Шептал. Верховный главнокомандующий считает, что каким-то образом нужно... Короче, долго не рассказывать. Когда армия или власть считают, что нужно что-то поменять, это происходит вот так вот. То есть возникает запрос. Дальше либо они фразу дают законопроекты и говорят, смотрите, мы вот написали в таком виде, можете принять или дайте свои предложения. Или просто ставится задача и Верховная Рада работает над тем, чтобы ее воплотить. Немедленно. У нас есть огромное количество законов, которые мы принимали немедленно. Немедленно. То есть как только возникнет... Позавчера, например, принят закон, который значительно облегчил процедуру списания военного имущества. Она была очень забюрократизирована. Поврежденное имущество, вышедшее строя. Это был тонкий момент, потому что вы же понимаете, что такое армия. То есть, если как-то слишком откроешь кран, то случайно среди списанного имущества можно оказаться не настолько поврежденным. Тем не менее, Рада справилась и судя по тому, что все остались довольны, и армия, и контролирующие органы, то есть, я думаю, что удачно справилась. Огромное количество законов для армии Рада рассмотрела. Рада занимается войной в первую очередь. Больше ничего. Если открыть повестку любого заседания, просто вот взять и открыть повестку дня. Это не секрет. Все депутаты пишут, мы вот сегодня проголосовали тот и тот в Железнях, например, который служит ньюсмейкером и инсайдером. То есть, он всегда пишет, ну, просто возьмите и посмотрите. Не надо слушать рассказы Арисовича, возьмите и посмотрите, чем занимается Верховный Рад. Это или непосредственно война, или деньги для войны. Ну, так чем Рада занимается? Ну, или драки там, какие-то смех Стефанчика, давайте прокомментируем. Стефанчук, во-первых, не смеялся, а орал. Я всех прошу зайти на свой телеграм-канал и посмотреть. Вчера вечером я репостнул выступление Данилы Киркутсова по этому поводу. Стефанчук орал, требуя навести порядок в зале. Он не смеялся. У вас какое-то предвзятое отношение к Стефанчуку? Я вас сегодня дважды уже... Смотрите, в двух словах что произошло? Европейская солидарность пыталась саботировать внесение изменений в бюджет в уделении денег на вооруженное силие. Делала она это совершенно легальным, законным, парламентским способом путем подачи права. Другое дело, что количество этих правок более чем тысячи. То есть это спам. Ну вы прекрасно понимаете, что если у вас есть два предложения, я внимательно вас слушаю. Не обязательно соглашаюсь, но слушаю внимательно. Если у вас 250 предложений, я считаю, что вы просто тянете время. Европейская солидарность и ряд других не входящих в эту фракцию депутатов намеренно и сознательно тянули время весь день 5 числа. Заседание длилось до четверти 12 ночи. Аксалана Педласа все это время не просто стояла на трибуне, а комментировала каждую правку. То есть это просто вот такая абструкция. На следующий день Алексей Гончаренко, понимая, что правок там осталось около 40, так же старался затянуть заседание. А знаете, ну это ж такое дело, то есть потом начнется воздушная тревога, там, то есть, ну, тянут только, сколько можно. И для этого он намеренно упоминал ряд народных депутатов. Кищенко того же самого несколько раз, еще кого-то там не торгнул, то есть многих по фамилии, что давало им право на реплику. в трезвом расчете на то, что они возьмут слово на реп, то есть затянет, завяжется какая-то дискуссия, конфликт, драка, работа рады остановится. То есть все, что им нужно было, это затянуть любой ценой. Но большинство на это никаким образом не реагировало, никто не, какие бы там вещи не звучали, то есть мы все прекрасно понимали, что это технология, что нам нужно просто... Зачем? Смотрите, если власть не справилась, не смогла выделить на армию деньги, это плохая власть. Морально или аморально это со стороны оппозиции, так все вести, я не даю оценок. Мне кажется, что во время войны этого делать нельзя. Ну, у них свои представления, раз. Второе, а может быть у власти бы дрогнули колени, и она бы сказала, вот давайте мы, вы снимете 249 правок, а 250 правку мы проголосуем. Ну, вот такой вот размен. Так иногда очень часто делается, подается такой вот пакет правок ради одной расслабления. И после этого там Европейская Солидарность ходила бы и говорила, мы заставили власть там принять кто-то и тут... Ничего конструктивного там не было, то есть все имеющиеся деньги разложили, исходя из рационального подхода кому сколько? МВД, разведка, Министерство обороны, служба безопасности, то есть все, что могли, все распределили. Не будучи властью за власть решать, как лучше распределять. Абсурдно в любом право. То есть это была провокативная деятельность. Я говорю это без негативного контекста, хотя, учитывая трагедию Харькова накануне, Кубинск, там где погибло 50 с лишним людей, учитывая утренний удар по Харькову, там где погибли люди, Гетносов как раз об этом и сказал. Но это было, мне кажется, за некой гранью цинизма, какие бы цели не преследовали. То, что ряд коллег из «Слуги народа» видели в этом что-то смешное, веселое, начали снимать, мне кажется, они слишком легкомысленно отнеслись к происходящему. Радуцкий, например, бросился с кулаками на... То есть он взбесился, потому что мы говорили о серьезных вещах. Его там оттаскивали, если кто-то видел видео. То есть мы говорили там о серьезных вещах, мы занимались серьезными вещами. И сразу же после принятия этого закона об изменении бюджета перешли к следующему законопроекту о перечислении ПДФО на армию, зашли его в рассмотрение, тоже до вечера рассматривался, будет принято в следующем заседании. Ну, то есть это у местных бюджетов деньги заберут, отправят в бюджет центральный и, соответственно, многие уже политологи об этом высказываются. Теперь как бы из регионов поедут условно в центр просить деньги, а центр будет давать или не давать, выделять или не выделять. Так сохраняется, ну, по-моему, Дубинский об этом говорил, что так вот будет теперь сохраниться, ну, а, там, коррупционная сетка, б, давление политическое на регионы, на власть, на местное самоуправление. Я вижу этот процесс иначе. Это никоим образом не деньги местных советов. Деньги местных советов это те деньги, которые заработаны бизнесом, зарегистрированы на территории местных советов. Вот это и деньги, их никто не трогает. Это налог на доходы физических лиц. Солдат, у которых большая зарплата, да? Солдат, которым с началом войны резко подняли зарплату, количество которых увеличилось в несколько раз. то есть это ситуативные, назовем это так, деньги для того или иного. Было бы правильно вообще не начислять на эту зарплату этот хлоп, чтобы бойцы получали счастье. Но решили пойти вот таким образом. Они никаким образом не идут в бюджет. Нет, они туда не идут. Они идут прямо и непосредственно на два министерства. Одно, которое занимается дронами, второе, которое занимается боеприпасами. В бюджет они не попадают. Ни на что другое, кроме дронов и боеприпасов, они не могут быть использованы. Ну, там делится 45% на одно министерство, 45% на другое и 10% непосредственно воинские части. Но я вам хочу сказать, если вы прямо сейчас пройдетесь по улице, вы увидите, как по третьему разу кладут поверх новой Брукивки Брукив. Как расстилают, я это своими глазами видел тут в одном небольшом городке в области Днепропетровской. В преддверии зимы газон кладут, рулонды. Это сейчас очень важно, газон положить на каком-нибудь центре города. Вы понимаете, что это же абсурд. То есть, это абсолютное воровство. Я был свидетелем два дня назад того, как один народный депутат, не хочу рассказывать, там рвал на груди рубаху на заседании бюджетного комитета и криком кричал о том, что убивается местное самоуправление, мы все отдаем на армию. Министр финансов выриток. Назовите, пожалуйста, о чем будет речь, он назвал. Сколько же вы отдали на армию? 400 миллионов. Это получили вы 2,3 миллиарда. А где все остальное? Где все остальное? Где миллиард 900 миллионов? Понимаю, сын. И я таких примеров, это же я не первый раз вижу. Оно везде так. Понимаете? Это не деньги местных советов. Это не их деньги. Это деньги бойцов. И они пойдут бойцам на боеприпасы. В бюджет государства не попадут в деньги. Да, понятно ваша позиция. Мне кажется, Александр, я хотел бы сказать еще вот что. Знаете, мне кажется, что после того, как мы все увидели, как временный бюджет Соединенных Штатов был проголосован без Украины, без выделения средств Лёгой, после того, как мы все увидели, как Евросоюз здесь не получилось, но уже в себя надо прийти, наверное, и понять, что каждая копейка должна пойти на фронт. То есть мы не можем продолжать такой образ жизни финансовый, какой вели раньше, что в любую секунду может наступить момент, когда мы рассчитываем только на свои силы. Более того, какого-то фантастического склада с условными дронами, куда можно в любой момент решить для самих себя хорошо, вот сейчас мы таки будем покупать на все деньги. Прийти и купить их не существует, их нужно производить. То есть это процесс, растянутый по времени. Деньги не дали сегодня, а дроны будут только там условно послезавтра, понимаете? Нужно снимать розовые очки и смотреть на вещи реалистично. по поводу увеличивающихся солдат. Мобилизация электронный военкомат, военкомат в смартфоне, который готов там на более чем 90% и, в общем, допиливается и скоро предстанет во всей красе. Знаете, вот эта вся инициатива как-то, ну, я, может быть, свое мнение выскажу, она как-то вот нивелируется. Вы видите в ней драконовские методы? Нет, она нивелируется вот сегодня опять там еще там пару дней назад и вчера, да, вот были вот эти постоянными вот этими видео избиениями в ТЦК. В Тернополе избили в ТЦК, там мэр уже обратился публично, в общем, что это такое. То есть мы на какой-то неправильной как бы стороне мобилизации находимся и никак не можем из нее выйти. Александр, давайте, я понял, что вы имеете в виду, Тернович, те, кто в Тернополе или в другом, любом другом месте избивал наших солдат, сядут. Это без всякого сомнения. Государственное бюро расследование моментально возбуждает дела. быстрый расследование. Никто нигде там не потеряется, не откупится, не затеряется. Ну, сам Боргский военком сел? Сядет. Ну, не сел. Он, как герой, вышел под аплодисменты по Братымов в красно-черном флаге из зала суда, и судья ну, как бы развела руками, ну, что, как же я его псевдот, они я прошу прощения, пожалуйста. Не надо путать избрание меры пресечения с наказанием. Наказание у нас это приговор суда, который определяет вину, если она есть, и ответственность за нее. Год, два, три, конфискация имущества, лишение свободы, ограничение свободы. А мера пресечения это то, как подозреваемый, обвиняемый проведет это время в тюрьме. Арест, подождите, арест домашний, увязнение, да, условное, ну, как бы, ну, все понятно. А деньги, которые у него нашли, НАБУ, вот эти там, 4 миллиона, что-то такое, он говорит, так это мне мама подарила. То есть, мы это все проходили уже. Я вам должен открыть глаза на то, как устроена наша система. По-моему, в 10-м году или в 11-м был принят самый либеральный на тот момент, с восторгом принятый Венецианская комиссия, вы знаете, что это сложно, уголовно-процессуальный кодок. Суть которого, в том числе, философия была в том, чтобы лицо, которое не совершило насильственных преступлений, А избиение в ЦК не насильственное преступление? Не мариновать, которое и будет представлять угрозу для общества. Там есть критерии. Не мариновать следственным изолятором. То есть, задача наша какая? Если есть за что? Быстро провести следствие, передать дело в суд. Хотелось бы быстро получить приговор суда, чтобы он либо вступил в силу, либо его можно было обжаловать. чтобы это все происходило быстро, не умирало где-то в памяти людей. Судья, ориентируясь на то, что произошло, выбирает меры пресечения. Это может быть личное обязательство, может быть залог, может быть обязательное ношение браслета, может быть подписка невыезде, домашний арест, ночной домашний арест. То есть, здесь, в данном случае, это европейский подход. Более того, когда по инициативе президента парламентом демонстрировал склонность наш комитет за ряд преступлений, в частности, за торговлю наркотиками и за коррупцию в том числе, сузить меры пресечения до исключительного содержания под стражей, криком кричала Европа, что этого категорически нельзя делать, что это не закон, не может быть без альтернативности и более того, если так сделать, то европейский суд по правам человека всегда встанет на сторону наркоторговца, коррупционера и так далее. Теперь, возвращаясь к самборскому военхому, к НАБУ, тогда зла к НАБУ не выскочит. То есть, если эти деньги незаконно нажат, никуда он не денется. И то пошел он домой или не пошел с побратимами, с лагом или без, не имеет никакого значения, на НАБУ все эти спецэффекты не произойдут. Есть процессуальные действия, они будут сделаны. Я думаю, что дело появилось. смартфонов, о которых говорил Федоров. Нет, я просто сейчас к смартфонам перейдем. Я вот так задам вопрос. Вы согласны, что избиение в ТЦК подрывает национальную безопасность в стране? Да, я согласен. Я настаиваю на том, что за это должно быть самое строгое наказание, которое существует. Что хуже ничего нельзя придумать. Хорошо. Тогда вот по поводу электронной реестры и военкоманд в смартфоне, как изменить ситуацию, изменит ли в принципе и насколько вы, как представитель правоохранительного комитета, разделяете, ну давайте так, критику в адрес создателя этого реестра в плане нарушений прав человека и том, что информация о человеке, вся информация собирается условно в одном месте. Вопрос диалектический, вам скажу честно. С одной стороны, рассуждая философски, действительно, те, кто утверждают таким образом, в чем-то право. С другой стороны, вот смотрите, государство держатель всех реестров. Всех. То есть государство знает о вас, где вы работаете через фискальный орган. Государство знает о вас, где живете. Узнаешь же, прописка же есть. Государство знает, где вы учились. Вы же диплом не получали в сельском ночном клубе, а государством учреждений. Государство знает, где вы учились в школе, аттестаты получали там же. Государство знает, где вы состоите на воинском учете или знает о том, что вы по состоянию здоровья негодны воинской службе, ваш возраст государству известен, он указан в паспорте, более того, государству известна ваша внешность, государство знает о принадлежащем вам движимом и недвижимом имуществе, потому что ваш автомобиль и ваша квартира также числятся в реестр. Государство знает номера ваших паспортов, а на само вам их выгод. Вопрос, а что тогда вы собрались спрятать от государства? Раз, что сюда не вошло из того, что вносится в базу? Медицинская тайна сюда не вошла? Одну секунду, сейчас я вернусь к медицинской тайне. Одну секунду. И два, ну нет же реально никакой разницы, то есть держит эту информацию о вас государство в одной справке или в в двадцати справках от двадцати разных видов. Что касается медицинской тайны. А медицинская тайна, она сформулирована следующим образом, годен-негоден. Все. У кого? То есть если... Погодите, у ТЦК вы имеете в виду? Да. Да. Но подождите, когда больницы, да, вынуждены передавать данные в военкоматы, где амбулаторные карты, истории болезни... Подождите, ну это какое-то кощунство, цинизм лютый звучит от вас, годен-негоден. Ну, во-первых, никто еще ничего никуда не передает. Второе. С точки зрения ТЦК годны абсолютно все. Я бы сказал... Нет, ну это правда. То есть давайте де-факто говорить. Я бы сказал, что действует презумпция годности. И если человек негоден, то он должен идти в ТЦК... ТЦК и доказать, да, что... Но, как мы уже видели за эти полтора года, появилось действительно огромное количество людей, которые вдруг... Это не то, что знаете, ну, действительно, там человек с инвалидностью без ноги или без руки там полжизни, и он вынужден ходить и раз в год подтверждать свою инвалидность. Это абсурд и бренд. То есть вполне здоровые люди, молодые, которые... Вот вчера возникла тяжелая болезнь, которая несовместима. Ну хорошо, а мы вот в таком случае будем иметь историю вашей болезни. Она у вас возникла только вчера? Хорошо. То есть тут, ну, нету там никакого вторжения в частную жизнь. Кто с кем спит, никого не интересует. Понимаете? Ну, условно говоря, то есть грубо. Государство владеет всеми этими данными. Я сформулирую иначе. То есть если человек здоровый, даже не так, если человек годен в стройную службу, по информату 300 раз плевать на его медицинскую карту. Она его интересует только если он рассказывает, что он не годен. Тогда начинаются вопросы. Плюс, опять же, все идут, в любом случае проходят комиссии, которая также приняла на днях очередной закон в их отношении Верховная Рада, о чем, видимо, не подозревает Арестович, но тем не менее Верховная Рада занималась военной, комитет Рудутского рассматривал, облегчить комиссии для военнослужащих, вопрос комиссии для призывников. Не существует идеальной системы. И наши попытки оперировать системой мирного времени, которая у нас была формально и далеко не идеально, война их растоптала. Смотрите, какая история. Раз уж мы зашли на вот этот вот, как-то на презумпцию годности, на вот такой взгляд, ну я не буду говорить циничный, но как бы с оттенком цинизма в отношении там знания государства у тебя, у меня тогда такой вопрос, тоже дискуссионный, кстати, с точки зрения права и вообще. Ну вот смотрите, были же инициативы там выезда за границу под залог, да, были, ну как бы тоже такие, ну озвучены, это не законодательное предложение, просто как идеи для общества, что мол, вот ты не хочешь служить, да, не как шмыгаль тебя там отправляет на работу, там еще что-то. Дай денег и не служи. Не хочешь там оставаться в стране, дай денег и, ну образно, выезжай. То есть это ведь тоже как бы, ну торги с государством определенные и с правилами. А то получается очень интересный момент, то есть есть у нас верхушки, прослойка, там дети элит, бизнесмены, уезжающие, уехавшие, оставшиеся. Как бы если ты не в этой, как бы, касте, да, то, собственно, вот-вот все. Правила в этом направлении, как вы смотрите? Давайте об этом поговорим, как я на это смотрю. Во-первых, меня передернуло, то есть дай денег и уезжай, это какая-то такая история, то есть, ну, жизнь, страна это не маршрутка. Ну, пять тысяч израильтян летят сейчас из Греции в страну за свой счет. То есть, ну, я даже, вот, те, кто таким образом рассуждают, это очень странные люди. Я надеюсь, они патриоты, носят вышиванку и выключено на мове разговляют, на державную, видвидуют каноничную церковь и так далее, то тут раптом заявляется такая постановка питания, дай рушей и идти. Не дыматься слухом. Нет, ну, официально, погодите, то есть, чтобы коррупции не было, я об официальных предложениях, да. Ну, это примерно из серии, то есть, ну, а можно за деньги считать родную матерью не вот эту женщину, а вон тут. Ну, абсурдное предложение. Что касается вот этой вот идеи, о которой вы сказали, выезд под золом, она озвучивалась, наверное, год назад. Я был против. Я был против, потому что таким образом возникает тот самый имущественный, звучала даже, по-моему, цифра там, то ли 200 тысяч, то ли 100 тысяч гривен, что-то такое у нас космическое. Возникает имущественный ценз. Ну, это нечестные, неравные условия для граждан. Законом устанавливались бы, ну, это была просто идея, но если бы ввели, то есть, это было бы узаконенное неравенство. Как так? Так если оно есть, надо его узаконить. Неравенство? Тоже философия, Максим. Ну, мне кажется, что нам нужно говорить о философии равенства, а не о философии неравенства. И в рамках этой философии, например, министр внутренних дел Игорь Клименко на днях в очередной раз упомянул, что не получится у людей, которые незаконно, я подчеркну, я ни в коем случае не говорю о тех, кто имел возможность, незаконно выехать, потом после войны вернуться к ним еще не бывало, и значит-то ничего на Богу. Вроде как все нормально. Я считаю, что страна должна знать о каждом. Ну, страна отказалась от своих людей в конечном итоге. В каком смысле? Прямо, кто будет возвращаться после этих слов министра обороны в страну из незаконно уехавших граждан? Оксан, я вас уверяю, вернуться, захотя 80% из тех, кто там находится. Раз. Второе, министр обороны, он ведь имел в виду... Ну, он ведь имел в виду не только и не столько обычных работяг каких-то, которых мало среди уехавших незаконно, а имел в виду как раз представителей элит, которые неожиданно пешком-нышком покинули страну. Кто-то там, воспользовавшись системой шлях, кто-то еще каким-то образом и так далее. И вернуться после войны, начать куда-то баллотироваться, претендовать на управление государством и так далее. Это, наверное, будет не совсем правильно, без объяснения, что случилось у тебя вот там 2-3-4 года назад. Один год, не знаю, когда закончится война. Когда ты вдруг развернулся и уехал, прикинувшись беременной женщиной. Ну, это же не сейчас. Вы находитесь где? В Киеве? Ну, да, да. И я нахожусь в Днепре. А вот есть какой-нибудь... Вася, Петя, который вдруг тайно на козлиных копытах пересек государственную границу 25 февраля. Он бы мог это сделать легально, если бы были бы правила и возможности. Легально никто из нас не мог этого сделать, потому что началась война, и наши возможности были ограничены. Он не мог этого сделать нелегально. Война уже полтора года, Максим. Одну секунду. Одну секунду. Ну, хорошо. Полтора года и что? Устали, развернулся. Если мы развернемся и увидим, она закончится? Да, она закончится, только не так, как нам хотелось бы. Так вот, дело не в этом. То есть, это... Одну секунду. Подождите. То есть, это стратегия держать... Ну, 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 ну. Нет, никакой стратегии в этом. Стратегия одна. Сопротивляться агрессору, Александр. Вы вот пытаетесь все время натянуть какую-то псевдолиберальную модель, а она не жизнеспособна. Вы же вспомните, с чего мы начали. Вчерашние события в Израиле. Вот чудовищная волна, которая катится, и противостоять ему только люди с оружием в руках. Израиль закрыл границу после вчерашних событий? Одну секунду. Максим. Израиль закрыл границу? Александр, в Израиле военно обязаны даже женщины. Он закрывал границу? Даже женщины. Да у них все, ну, по приписанию. Мы видели этих женщин в плену. Это жуткое зрелище. Да, мы понимаем. Границу. Закрывали или нет? Нет. У них не стоит такой вопрос. Почему? Кто не может уехать? Почему? Александр, нигде такого нет. Никто, будучи военно обязанным во время войны, уехать не может. Назовите мне один пример. Где вы такое слышали, скажите? Где? Ну, тогда этого не существует. Нигде не существует. Но я не закончил с человеком, который в то время, как вы в Киеве, а я нахожусь в Днепре, куда-то кому-то дал 10 тысяч долларов и сидит сейчас в Чехии. Вы считаете справедливым, что когда закончится война, он вернется, даст еще там 50, я не знаю, 100-150 тысяч долларов, раздаст какую-нибудь гречку, купит себе место в каком-нибудь списке. И будет нас с вами учить патриотизму, как родину любить. Это же мы с вами сидели под ракетами, а не вот. Одну секунду, он сидел в баре и рассказывал, как ему тяжело сидеть в одном и том же баре всю войну. Как ему тяжело, как ему неприятно прятаться с журналистом, как ему больно думать о том, что его любимый цветок на подоконнике никто не поливал уже полтора года, возможно, он злок. Как он скучает по родине. Вы считаете, что его не нужно назвать по имени? Вы считаете, что нам не нужно спросить у него, Вася, куда ты собрался? Каким государством ты собрался управлять? Которого ты на крысу сбежал? Законная ответственность за подделку документов, за дачу взятку по гранищикам, это одна история. Но тут же речь идет о том, что эти люди захотят вернуться и рассказать нам все, как нам жить дальше. По-моему, они не управляют. Какая сегрегация, Александр? Сегрегация чего? Украина. Этот неправильный украинец, а этот правильный. Это в будущем вот это все, ну, как бы мы видим. Чего неправильные? Предпосылки. Ну, ты неправильно, ты вернешься, мы тебя накажем. Ну, как по-другому к этому относиться? Вы предлагаете не наказывать людей, которые нарушают закон? Нет. Вы понимаете, в чём дело вы говорите? Давайте пойдем с вами, угоня пожарную машину, в конце концов. Распилим и продадим. Не, ну, слушайте, Александр, еще раз говорю, смотрите. Вот все у вас цену всегда, но у вас периодически бывает такое, что ваш критический взгляд дает сбой на каких-то ну, в смысле, не будем наказывать за нарушение закона? За что мы тогда боремся всю дорогу? За что мы голосовали в 19-м году? Как победить коррупцию? Ну, вот эти 10 тысяч долларов, условно, которые этот парень, ну, то, что мы в пример приводим, дает как взятку, да? Он может заплатить на дроны, задонатить. Почему? Условно, Злочерский может взять и задонатить несколько миллионов, и, как бы, и все, да? По своему делу, там, ну, вот помним эту историю. А этот человек не может взять 10 тысяч долларов, задонатить и дальше распоряжаться своей жизнью по-своему. Тут же, понимаете, с какой стороны посмотреть? Ну, очень интересно. Нет, нет, ничего здесь интересного. Смотрите, я не, я понял, о чем вы говорите на счет Злочерского, я не считаю этот подход справедливым. То есть, я считаю, что это очень странное решение всех тех антикоррупционных органов, всей триады, которая его рассматривала таким образом раз. Поэтому я, например, не принимаю. Второе. Нам не нужны донаты этого человека. Нам нужно, чтобы он работал и платил налоги. Этого вполне достаточно. Честно платил налоги. Нам нужно, чтобы пограничник не брал у него эти 10 тысяч долларов, а зафиксировал факт дачи взятки. И он отвечал за попытку дачи взятки в глазном лице. Если пограничник взял взятку, нам нужно, чтобы они оба отвечали. Один, который дал, второй, который взял. Это если мы хотим жить в нормальной стране, цивилизованной, где действуют какие-то законы. Если мы хотим жить в диком поле, где есть только право сильного. Потому что право богатого, это на самом деле право сильного. Богатого очень быстро перестанут быть богатыми, если начнутся. Богатыми станут совсем другие люди, понимаете? Если таким образом рассуждать. Уже становится. Не будет. Не будет у него эти 10 тысяч. Заберу. Все заберу. Как у Остапа Бендера, когда он переходил в границу. Помните? Раздель румынский пограничник. Ну, странно, если честно. Я никак не могу понять вашего желания установить имущественный ценз. Нет, это не желание. Это, смотрите, это легализация того, что по сути есть. То есть, мне вот очень нравится, ну, я же много беседую с экспертами, и мне вот эта фраза нравится. Кто хотел, он уже уехал. Ага. Вопрос. Как? Купил в шляхе, купил там справку, ну, неважно, да? Вот купил и уехал. То есть, и ты такой сидишь и думаешь, ну, то есть, ага, то есть, он уже уехал, но мы вас догоним потом. Может, с законом что-то нужно изменить? Может, какой-то путь и механизм, чтобы эти 10 тысяч долларов не оседали там в карманах коррупционеров? Ведь это же принцип борьбы с коррупцией. Александр, так это в законе давным-давно записано. Знаете, в каком разделе? В котором могут деться пиать руки с конфискацией. Вот для того, чтобы эти деньги обязательно попали на дроны, там стоит слово с конфискацией, когда речь идет об ответственности. Но я вам хочу сказать и всем нашим зрителям, что на самом деле это глобальная проблема другая. У нас миллионы человек не видели свои семьи уже полтора года. Они никуда не хотят уезжать из нашей страны. Они готовы продолжать не оставаться, работать, воевать, жить. Но они уже полтора года большему возможности увидеть свои семьи. И не обращать внимание на эту проблему нельзя. Делать вид, что ее не существует нельзя. Сколько там в Верховной Раде разводов уже по этому поводу? Ну, несколько было сообщений даже среди депутатов. А откуда вы знаете, по какому поводу разводы? Я слышал всего там о трех или четырех разводах. Ну, трех или четырех разводах, где указывалось о том, что любовь на расстоянии. Ну, это прямо понимаешь, что семья где-то там, а у депутатов где-то здесь, поэтому это понятно. Я, если честно, не слышал о причинах и не интересовался причиной чужих разводов. Но я вчера читал статистику, у нас на 30% в принципе росло количество разводов. И, кстати, на столько же процентов, на 28% упала рождаемость. То есть, ну, ситуация чудовищная с точки зрения демографии, в принципе, чудовищная. Но ничего страшного, мы ходим, водим хороводы, поемы. Ну, как ничего страшного? Нет, ну, вы же видите, то есть, ну, главное, чтобы квитонька раскрытала на мове, вызначена, то есть вечные ценности, на которые потребна сборота то в ВАГ, а все инши, это уже путь. И промышленность, и демография, и так далее, это не важно. Ну, это же тема тоже, в том числе, и закрытых границ. Что именно? Разрушение семей, демографических проблем Украины. Александр, можно вопрос? Скажите, а вы знаете еще какие-то примеры, такие из вот недавнего прошлого, где 20% территории государства оккупированы, а, ну, наверное, тоже 20% жителей этого государства вынуждены стать беженцами за границей. Есть какие-то примеры, чтобы мы могли сравнить, как делают другие страны? Ну, Сирия, масса беженцев, огромный там передел территории, границы не закрывали. Ну, смотрите, то есть это же управленческое решение, понимаете? В Сирии совсем другая история. Конечно, так везде, у всех совсем другая история. Мы с этого начинали. Израиль, Украина, ну, по поводу обострения. У всех своя история. Нет, в Израиле нет такого вопроса. В Израиле его не существует. Мы же привыкли так восхищаться Израилем, ну, давайте мы восхищаемся. Там нет вопроса, как уехать из страны во время войны. Почему у нас есть? Почему у нас есть? И у меня к вам этот вопрос. Почему вы считаете нормальную фразу? А можно я своей стране вот так вот швырну пачку денег и поеду, то есть найдусь ему? Нет, я не считаю нормальным. Я говорю, что такие... Собака не поступает. Подождите, что я так не считаю. Вы превратно меня поняли. Я говорю, что обсуждаются, обсуждаются такие идеи. И проблема в обществе обсуждаются. Даже была инициатива, я вам привел пример, мы ее обсудили только что по поводу залога. Мол, это у тебя не забирают. Вот тебе деньги, ты вернулся. По поводу залога. Это не была инициатива из общества, так называемого. Это была инициатива представителей власти. Они пытались найти модель какую-то. Не нашли, и поэтому дальше искать перестали. Вот почему, меня интересует вопрос. Я вам расскажу почему, например. Ну, потому что у нас за шесть с половиной месяцев прошлого отопительного сезона прилетело тысяча дронов. Дронов, не ракеты. А за сентябрь... Потому что энергетика наша в преддверии зимы, которая начнется ровно через месяц, день в день, может быть, немножко раньше, не та, что была год назад, а поврежденная примерно на 60-65-70%. Поэтому границы открывать нельзя? В смысле открывать? Ну, снимать ограничения. Александр, смотрите, вот я еще раз обращаю ваше внимание. Вот вы первый раз сказали, что я вас неправильно понял. Давайте я вам еще... То есть одно дело, когда мы говорили о том, об инициативе власти, которая позволяла человеку съездить и вернуться. Да. А вы сейчас говорите снять ограничения и уехать вообще. Так давайте все уедем. Не, не уехать. Подождите. А почему вы считаете, что все уедут? Вот у меня вопрос такой. Я считаю, что нужно очень четко. Когда мы говорим о таких чутлывых вопросах... А в чем чутлывых? Это запрет. Он или обоснован, или не обоснован. Я не понимаю обоснование этого запрета. Вот я прошу вас объяснить. Вот и все. А я не понимаю смысла этого вопроса. То есть куда все собрались. Обоснуйте запрет. Я тоже не понимаю, что... Я... Нет, мы разные вещи не понимаем. Я считаю очень важным, когда мы говорим о таких вещах, конкретно подчеркивать, о чем идет речь. О возможности человека съездить к своим близким, которые находятся... И вернуться, да. И вернуться на определенный ограниченный срок. Например, две недели. Или о возможности человека кстати пересесть другую маршрутку, которую он считает государством просто проезжающим мимо троллейбуса. И очень важно, когда мы говорим о таких вещах, четко подчеркивать, что конкретно мы имеем в виду. Вопрос, возможный выехать с гарантии того, что ты вернешься, я считаю, необходимо решать. Давным-давно. Его нужно было решать прошлой весной. Никуда мы от этого не денемся. Этот вопрос нужно решить. И я считаю, что его нужно решить иначе, чем разделить людей на бедных и богатых. Ну, потому что это абсурдно. Понятно, да. Просто ересь. Вопрос, разрешение развернулись и поехали. Я считаю, что маразм даже обсуждать. То есть, сам разговор об этом куда-нибудь. Да, интересный получился разговор. У нас интересная дискуссия. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, свои мысли по этому поводу. Я думаю, что найдется много комментаторов, но вот я очень хочу, чтобы вы сначала все досмотрели, а потом вот уже как бы хулили, ругали, или поддерживали, или как-то реагировали, да, вот. Это прям очень важный момент, потому что это... Я хочу тебе отказать. Понимаете, в чем дело? Тут же вопрос, ну, это взгляда, да, на государство, запрет, там, что предлагает тебе государство, да, что ты можешь дать государству. Это отношение гражданина и государства. Причем такое очень понятное и стратегирование личное, да, должно тоже, как бы, отображаться в действиях, да, в отношении государства к тебе. Это прям... Я немножко иначе вижу отношение гражданина и государства как некий пакет обязанностей, которого гражданин, если он гражданин в том смысле, знаете, который возник во времена французского прозвещения, вот после великой французской революции, то есть, что государство может быть каким угодно, от этого не меняются обязанности гражданин. И чем хуже государство, тем выше обязанности у гражданин. Ну, да, интересный взгляд. У меня другой. Ну, это как бы с точки зрения... Гражданин это же был... Ну, мы же помним, это же... снести возможности по-разному смотрим на вещи. Посмотрите, ну, гражданин, да, это же привилегированная позиция всегда была. Это привилегии прежде всего. Привилегии. Смотрите, привилегии всегда подразумевают за собой большую ответственность. Да, какие были привилегии у человека, которого побили в ТЦК, которого там ловят на границе? Ну, какая у него привилегия? Мы же сейчас вы так быстро перетекаете состояние в состояние, что я боюсь, что не все комментаторы успеют отследить мои вопросы. Когда вы говорите о тех временах, когда гражданин был о привилегии, например, о временах Римской Республики, о которых вы говорите, да, и ответственность была. Когда мы сейчас говорим никаких привилегий нет, ответственность. Какие могут быть привилегии? Я с утра коллеги, в том числе военные прокуроры, коллеги по комитету правоохранительному, занимаются этим вопросом ТЦК. Сисян. Макс Бушанский был бы собеседником сегодня. Спасибо большое за такую интересную дискуссию, да, не просто там интервью, а дискуссию, которая у вас получилась. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся.